В связи с недавними событиями в Турции, в Анталии, в еще каких-то городах, я имею в виду, что детей похищают, происходит изнасилование, и у нас тоже в отеле ввели нововведение по поводу детей. Вы же знаете, что турки очень любят детей, они могут незнакомого ребенка потискать, поцеловать, потрогать, за ручку подержать. В общем, нам, персоналу всего отеля, строго-настрого запретили прикасаться к детям. Чтобы исключить недопонимание среди родителей, среди отдыхающих, среди гостей, вот такое нововведение и было придумано. А у нас вопрос. Вопрос от гостя, который собирается в наш отель. Как я могу узнать, во сколько за мной приедет автобус, чтобы повезти меня обратно домой после моего отдыха? В нашем отеле, в отеле City Star Resort, вы можете узнать время своего выезда и время отлета двумя способами. Подойти на ресепшн за день до вашего отъезда или посмотреть на информационном стенде, который находится возле парикмахерской. Меня вчера в женской раздевалке подняли на смех. Ну, я искусственно эту ситуацию вызвала, потому что я хотела узнать, какая же будет реакция на один из моих вопросов. В общем, рассказываю историю. Переодеваюсь я, рядом со мной женщина, такая боевая, в каждой бочке затычка, ну, смотрит на меня, говорит, «Ой, как ты загорела!» Ну, так, тычет пальцем мне в грудь, «Ой, как ты загорела!» «Ох ты, как ты загорела!» Ну, и тут она начала прочитать. Ну, с таким вот укором смотрит на меня, «А мне мой муж не разрешает загорать, ходить на пляж». Я говорю, «Чё?» Она говорит, «Мне мой муж не разрешает». И я говорю, «Ну, так брось мужа!» И именно эта фраза турчанкам, турецким женщинам показалась очень смешной, невероятной. И вообще, они стали смеяться. Ну, я тоже, только мы по разным причинам смеялись. А помните, да, я говорила вам, что я раскрыла секрет денег в российских паспортах? Ну, так вот, я уже в течение, может быть, двух-трех месяцев говорю, «Нет, деньги потом, когда посмотрите номер, если он вам понравится». Статистика. Злая, сухая статистика. Каждый, наверное, шестой турист пихает деньги в паспорт, и никто не приносит эти же деньги после того, как они увидят нормальный хороший номер. Ну, и тут же вспоминается фраза, даже часть стихотворения великого классика «Умом Россию не понять». Всё, вот хочу, хочу, хочу понять, хочу понять. Ну, и турков в том числе. Кстати, я провожу сейчас турецкий эксперимент. А у нас, наконец-то, жаришка кончилась. Она была два дня. Ты сейчас даже выходишь, можно как-то хотя бы подышать. Не то, что раньше. Есть такая категория маловоспитанных людей в Турции, ну, я говорю про турков, которым даже если напрямую указать, что ты не прав и вообще, почему тебя мамка учила, это не сработает. Мой следующий рассказ именно об этом. Тебе на работу моя коллега Юлия, она, как же это по-русски сказать-то, шеф, шеф гастерлейшн, ну, в общем, главное по гостям. И приняла к себе на работу турка. В общем, взяла она к себе подчиненного. Турка, которая старше ее лет на шесть. Ну, выглядит, конечно, как старичок, но, в принципе, разница небольшая, но это ее подчиненное, это важно. Единственное, что самое хорошее, я пока в нем заметила, то, что он очень похож на психолога Лобковского. Он такие же очки носит. Ну, в общем, Лобковский со мной работает. Кстати, нужно сделать фотку, я повешу ее сюда. У Турков какая-то очень странная иерархия. Тех, кто младше их, они к ним не так сильно прислушиваются и за руководство вообще, в принципе, не воспринимают, да? То есть, вот где-то так вот в голове засела так плотненько. Если ты младше, значит, ну, я не буду тебе слушаться. Вообще, по нормам приличия, если ты обращаешься, ну, в общем, если ты в обществе, если ты обращаешься к своему начальнику, то желательно к имени, если это женщина, представлять слово ханам, или если это мужчина, то бей. То есть, например, фатма ханам, или джиньки спей. В принципе, ничего тогда звучит, но когда ты подставляешь сюда славянские имена, ну, я без глупки вообще-то не могу сказать, если честно. От людей такой фамильярности не жду, не прошу. Просто главное, чтобы в сердце было поменьше говна при общении со мной. Это вот мой такой принципиальный принцип. И на работе ко мне Ирина Ханам, ну, никто никогда не обратил. Ну вот, подытоживаю все уже сказанное в воспитательных целях, чтобы все-таки того вот 38-летнего турка научить уважению, ну, если это, конечно, получится. Я теперь называю ее Юлией Ханом, а она меня Ирина Ханом. Но так как в голове мне вообще не укладываются вот эти вот приставочки, добавочки, суффиксы уважения, добавленные к славянским именам, я каждый раз улыбаюсь. Она тоже улыбается, и это очень комично. Вы же помните, да, я рассказала, что у нас в отеле работает, ну, сколько не скажу, ну, около, наверное, 10 крыгизов. Вот, очень-очень интересные ребята. И благодаря им я в Турции познаю культуру Киргизии. Работаю здесь первый раз, некоторые не первый раз. И вот мы разговаривали с этим парнишкой, зовут его Арген, и он говорит, я никогда бы не подумал, что русские ближе к киргизам, чем турки, несмотря на то, что вроде бы мусульманская. Конечно, это очень долгая история. Тут и одного дня, наверное, не хватит, чтобы историю всюду рассказать. И с религией это связано, и с общением, и с этикетом, и с уважением, и то, как младший относится к старшим, как починен относится к своим начальникам. Хе-хе, я, как и все смертные, я сегодня проспала. Забыла завести будильник. Вот, поэтому работа у меня начинается через 50 минут, а я еще дома. На самом деле, проспать на работу здесь не так страшно. Я написала в WhatsApp начальнику, что я проспала, я это делаю редко, где-то раз в год получается. И теперь самостоятельно на автобусе добираюсь. Мне очень повезло, что до моего отеля можно добраться общественным транспортом. Вот, на обычной маршрутке платишь, по-моему, уже 5 лир стоит, и едешь. Вот, то есть, я думаю, что я, ну, не сильно опоздаю. Если посмотреть и проанализировать всю эволюцию реакции на мои опоздания, то с каждым годом я к этому отношусь пофигистичнее и пофигистичнее. Турция расслабила меня в конец. Турции турецкие жители живут под девизом «Ничего не случится». Ай, пронесет. Ай, расслабься. Ай, забей. Вот и вот это вот ко мне пришло. Помните, я жаловалась на то, что русские гости молодые чаевых, хороших, и предлагают взять 10-20 долларов в качестве оплаты за хороший номер. Зевая. Ну, так вот. Вчера произошла революция. Женщина принесла благодарность в размере 10 долларов на следующий день после заезда. Я говорю, «Чё это?» Она говорит, «А мне комната понравилась». Я говорю, «Классно». Вообще, я человек маленького города. Я не люблю оживленные улицы, когда много людей, много машин. И вот сейчас в 7 утра это прям мой день, это мой период. Вот такое вот я люблю. Субтитры сделал DimaTorzok